Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Хоть это видео и называется стейки. Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Хоть это видео и называется стейки под соусом из голубого сыра, на самом деле стейкам оно не посвящено. О стейках скажу два слова. Мы купили вот такие вот отличнейшие нью-йорки, приготовили их в сувиде, сейчас зажарим и собственно говоря видео о приготовлении соуса из голубого сыра. Очень классный соус для стейков, для бифштексов, ну вообще для любых мясных блюд. Он просто потрясающий, он настолько вкусный, вот особенно с говядиной. Кстати мы делали с куриными бифштексами, тоже получилось просто фантастически. Также очень классно этот соус подходит для куриных наггетсов, получается ну шикарно. В общем друзья, рецепт соуса, текстовый рецепт и количество ингредиентов на порцию соуса вы найдете в описании видео. А мы вам сейчас покажем как приготовить этот соус. Ну естественно попутно зажарим наши стейки, приготовленные по технологии сувид, но на стейки вообще внимания никакого не обращаем, вот просто есть у нас мясо и есть. Вот сегодня у нас стейки. Для приготовления соуса нам понадобится мускатный орех, сыр с голубой плесенью, в данном случае мы используем горгонзолу, можно использовать совершенно любой сыр с голубой плесенью, сливки и белое сухое вино. Белого сухого не нашлось в хозяйстве, домашнее, такое чуть розоватое, но по аромату практически белое. Итак друзья, приступим к приготовлению очень вкусного классного соуса. Для начала отправляем сливки в сотейник и доводим до кипения. Сливки закипели, добавляем половину сыра и начинаем размешивать, чтобы сыр расплавился. Я кстати минуту назад обозвал куриный шничницель бифштексом, просто оговорился, друзья, не судите, так сказать, строго меня, потому что стараюсь всегда говорить быстро, чтобы видео было максимально коротким и не сильно занимало ваше время. Дожидаемся пока сыр расплавится в сливках. После того, как сыр расплавился, заняло это где-то 30-40 секунд, добавляем мускатный орех, хорошенько размешиваем и добавляем подготовленное вино. Дожидаемся пока закипит и на медленном огне провариваем 2-3 минуты. Через 3 минуты сливки немножко загустели, добавляем вторую порцию сыра, размешиваем до того, как сыр полностью расплавится, выключаем нагрев и отставляем соус в сторонку, чтобы он набрал со вкуса. В это время приступим к приготовлению стейка. Стейки у нас полностью готовы, приготовлены по технологии су-вид до готовности medium well, ну или даже почти до well. Вот, поэтому нам надо их только на раскаленной сковородке зажарить, чтобы они получили... блин, они так вкусно выглядят, друзья, что я реально захлебываюсь слюдой, если честно. Простите меня, пожалуйста, очень хочется стейка со вкусным соусом. Так вот, просто обжариваем приготовленный стейк на сковородке для того, чтобы он получил румяную корочку, где-то по полторы минуты с каждой стороны. Буквально через минутку перевернем стейк на другую сторону, видите, он получил такую красивую золотистую обжарку. Еще минутку с другой стороны и будем подавать. Вся кухня заполнена ароматным туманом от жарки стейков. Ну что ж, друзья, розмарин здесь не нужен. Отличный well. Вот, не удержусь, сейчас хочу показать разрез, насколько приятный получается стейк, приготовленный по технологии су-вид. На мой взгляд, идеальнейший well done. Такой красавец-красавец. А я, как всегда, по традиции расскажу. Обмакнул стейк в соус с голубым сыром, в блю-чиз. Расскажу вам, что это божественно вкусно. Это просто невероятно вкусно. Мясо тает во рту, а вкус голубого сыра настолько его оттеняет. Ну, друзья, я могу вам это только рассказать. Естественно, сейчас я возьму бутылку крафтового пива, и мы устроим с Ларисой праздник живота с двумя прекрасными Нью-Йорками и соусом с голубым сыром. Но я крайне рекомендую вам. Купите кусок мяса, купите кусочек горгонзолы. Попробуйте приготовить мясо с таким соусом. Вы будете в восторге, дорогие друзья. А мы, так сказать, пошли за пивом и придадимся чьего угодию. Если у вас есть какие-то вопросы по соусу, задавайте их в комментариях. Приготовьте такой соус. Мы с Ларисой желаем вам приятного аппетита и обещаем готовить для вас много вкусных и интересных рецептов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...